Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force от Marvel. Так, ну что, специально я очень долго не брал всякие призы, будем сегодня с вами открывать. Ну, начнем, пожалуй, отсюда. Так, что нам здесь выпадет? Ну, в принципе, ничего толкового. Ладно. Ребята, я, по-моему, пару серий снимал, неудачно у меня получилось, поэтому я их не выкладывал. И придется мне показывать вам, что у меня появилось, какие новые герои. Я думаю, вам будет интересно, но, опять же, повторю, они без прокачки пока что. Слишком все это дорого стоит, на самом деле. Так, начнем, да, пожалуй. Что такое? Новый уровень. Ребята, 65-й я получаю, это классно, мне это нравится. 65-й уровень. Долго здесь, честно вам скажу, это все дело копится, но, тем не менее. Так, где у нас персонажики? Вот они. Смотрим, ребят. Так, иди ты отсюда. Во-первых, сегодня мы откроем с вами новых двух, которых я накопил. Это у нас Вижн, да, и Стервятник. А из предпоследних, даже из последних, которые у меня появились, ну, помните, да, я Йонду открывал, по-моему, при вас. Так, и давай спустимся, наверное, в самый низ, потому что они у нас не прокачаны, и они должны находиться внизу. Я не помню, ребята, вот Мисс Марвел у меня появилась из последних. Потом Локи я себе открыл, ну, естественно, Носорога, также Мистик, и, по-моему, все. Да. Ну, и Капитан Америка, естественно. Кстати, смотрите, мы можем с вами Убийца Руки, если найдем одно ДНК, повысить ее в ранге, в принципе. А где она у нас находится? Где ее можно найти? Давай посмотрим. Может быть, там на автобое можно где-то ее надыбать. Нет, ребята, нельзя. Не так все просто, как хотелось бы. Ладно, мы с вами продолжаем, короче, открывать сундучки до ящички и смотреть, что у нас там будет выпадать. Во-первых, достижения тут еще у меня два. Так, еще пять ДНК на Халка мы с вами получаем. Отлично. Халка, сколько я на него коплю? Он уже у всех давным-давно есть, а он у меня все еще где-то там на отшибе валяется. Так, и давай посмотрим здесь. У нас налеты, арена и все там подобное. В общем, все это сферы. Так, что мы можем здесь получить? Две премиум-сферы. Так, содержит минимум 15 осколков. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Давай что-нибудь толковое, пожалуйста. Вау! А вот это круто, ребята, вот это круто. 15 сразу. Хм. Слушай, блин. Я его хочу, ребята. Мне нравится, он имбовый. Так, ну что, еще, наверное, давай одну сферочку откроем, посмотрим, что выпадет нам. Ай! Этого, конечно, не особо мне хотелось получать. Так, давай пробежимся дальше. Так, получить осколки, снаряжение и золото. Давай, сделаем это дело. Так, ну ничего такого нам не выпало пока хорошего. Давай еще разок попробуем. Ай! Не то все. Все не то, ребят. Так, погнали тогда дальше. Посмотрим. Так, я не буду больше здесь открывать. И все, что ли? Нет, вот, ребята, получи до 10 осколков выбранных персонажей. Давай посмотрим, что у меня тут. Так, ну что, грудь. 5 ДНК. Нормуль. Давай. А, не хватает. Чуть-чуть, ребят, буквально не хватает, да? Это получается 75 осколочков. Так, ну что, по налету. У нас, ребята, 3 335 жетонов. И, наверное, мы можем, конечно, взять по припасам. А можем открыть. Давай, наверное, мы откроем. Посмотрим, что нам выпадет. Так, ладно. Кришник выпал, да? Так, а здесь? О, это уже лучше. Вот это уже лучше, ребят. Это уже хорошо. Так, приближаемся мы, наверное, к открытию новых персонажей. Так, здесь что мы будем с вами получать? Так, давайте мы глянем в самый низ. Ну, во-первых, я вот не знаю, я начал носорога себе дальше копить. Но стоит ли он того? Так, Человек-паук Майлз. Давай возьмем его. Да? Так, Гамору. Гамору, ребята. И, по идее, я Кросса тоже хочу получить. Все, наверное, да? Пока оставим эти осколочки. Ничего не будем пока делать. Парейду. У меня на сферах, да? Так, содержит синее снаряжение и материалы для снаряжения. Хорошо. А что еще у нас тут есть? Фиолетовое снаряжение, да? Угу. Ну, давай, наверное, получим фиолетовое снаряжение. Посмотрим, что нам тут подкинут. Так, ну, ничего особого. Давай еще разок. Ага, вот это вот, вот это уже будет получше. Так, а синие и материалы. Какие нам здесь дадут материалы? Ну-ка. О, нет. Этого барахла у меня и так хватает. Этого барахла у меня и так, ребята, хватает за глаза просто-напросто. Давай получать тогда вот эти всякие ингредиенты. Они нам нужны для прокачки наших персонажей. Без них, как говорится, никуда. И причем их нужно очень и очень много. Так, три тысячи, да, для того, чтобы открыть фигушки вам. Не пойдет, не получится. Так, давай смотреть здесь. Жалко, я не могу сразу пустить все на автомате, да, чтобы он все мне эти восемь сфер открыл. И мы получили с вами. На основной сюжетке, ребята, я застопорился. Я вам сразу скажу честно. За плохишей. Потому что за добро мы с вами прошли полностью, да. За плохишей я просто встрял капитально. Не могу, ребят, там пройти ход и тресни. Меня валят по мощам. Так, ну давай, сколько там еще сфер-то у нас, елки-палкин, копил тоже мне. Так, ну что, довольно неплохо, ребята, она выпадала, она всякого барахла. Так, на основе что у нас здесь? Так. Ну, получается, вот эти вот две красные сферы мы сможем открыть. Это будет последняя, по-моему, да. Так, ведьма выпала. Одна карточка и... Понятно, доктор. Все. Да, по-моему, ребята у нас. Ага, нет, не все. Мы можем еще здесь с вами купить. Так, стеревятник у нас. Кстати, по идее, нужно его, ребят, прокачать тоже. Ну и джаггернаута я тоже хочу в ближайшее время получить. Хоть он мне не особо, честно говоря, нравится. Вот дэдпул, да, дэдпул мне нравится. Возьмем его. Так. Так. Слушай, наверное, возьму я Дракса. И... И, по-моему, все. Больше ничего у нас. Не знаю. Мбаку стоит ли брать. Я вот не знаю, кто лучше. Мбаку или стеревятника. Я стеревятника, честно говоря, не особо видел в этих ребятах в катках. Да? На ПВП боях. Мне кажется, что он, наверное, недостойный. Я могу ошибаться. Потому что он у меня не прокачанный. Мы его, тем более, только сегодня открыли. Я даже не знаю, что он себе представляет. Так. Давай, наверное, еще откроем здесь две сферочки, да, стандартные. Отсюда, конечно, многого ожидать не стоит. Ага. Шторм. Так. И... Дрожь, точнее. И все. Так. Давайте теперь зайдем, наверное... По героям, по нашим, да, и посмотрим, что мы можем с вами улучшить. Подожди. Персонажи. Что вообще можем улучшить? Или кого? Посмотрим. А, я же этих еще не завербовал. Ёлки-палки. Давай, стеревятник, иди. Так. Бей, лети на взлет. Хорошо. Предположим. Можно сразу на трениш поставить, но с деньгами пока напряженка. Да и жетонов тоже пока не особо много. И интересно, кто вот лучше, Вижен все-таки или стеревятник? А как вы думаете? Хм, у Вижна три. Ой, две звезды красненькие. Пикирование и так далее. Даже не знаю. Я немножко в ступоре. Зверь мне понадобится... Ну, о, Йонду. Ё, просто я могу ему, ребята, скиллы прокачать. Так, давай, наверное, наденем, создадим. Немножко его укрепим. Так. Видите, да? Сколько нужно ингредиентов. Все, что я наполучал, практически все и слил. Охотник Центавра. Так, 50% к шансу снять наложенный эффект с врага. Это, кстати, хорошо. Это, например, можно снять даже ту же самую провокацию. 50% это, ну, ровно половина. Так, тренинг. Что у нас по тренингу? Жестко. Как все дорого стоит, ребят. Как это все дорого стоит на них. Да, и по мощам он очень и очень слабенький. Никуда от этого не денешься. Так, ну что, ребят, я не знаю. Давайте на сюжетку основную мы не пойдем. Потому что там будет просто трэш какой-то. Меня там разберут. Не хочу позориться. Можно посмотреть... Так, ежедневные цели у нас, кстати, все выполнены. Ну, почти что сделать один вклад. Я не знаю, ребят, я вам говорил, да, в прошлой серии, что, по-моему, я нахожусь в мертвом клане, который вообще не развивается никак. Никаких ивентов он не проводит. И меня это, если честно, очень напрягает. Очень напрягает. Так, ну что? Налет компании. Давайте зайдем в компании и посмотрим. За добро, да, за добрых мы прошли с вами полностью всю ветку. Как вы видите, на союзе злодеев вот здесь, ребята. Я встрял вот здесь и не могу пройти. Не могу, ребят, пройти эту команду, которая там у нас кто идет? У нас там идет Капитан Америка и Железный Человек. Да, они меня там разбирают. Что у нас по Нексусу? Слушай, в Нексусе я, по-моему, не был давно. Можно, в принципе, попробовать здесь поиграть. Давайте проверим, ребята. Так. Тор Одинсон. Мне кажется, я знаю, что задумал Ультимус. Боюсь, он решил положить конец этой войне. Если я прав, он попытается украсть у тебя один могущественный артефакт. Хм, глаз чародея? Откуда ты знаешь? Оттуда, волшебник, что его вчера похитил оскверненный двойник моего брата Локи. Тебе известно, куда он направился? Неизвестно. То есть, мы идем туда, да? Так, ну что, ребят, команду я, наверное, вот эту вот оставлю. И давай посмотрим, сможем ли мы пройти этот уровень. Давненько в Нексусе не был. И судя по тому, что там вообще ни одной звезды не было, наверное, мы все-таки здесь фейлились. Хотя, опять же, не факт. Ну давай быстрее, ты, ёпперстэ. Тебе не сбежать с глазом, чародея. Так, сколько у нас тут? Будет, ребята, 12 врагов. Ага. Так, там у нас Дракс. Ну, я буду начинать, наверное, с отроди, да? Отроди Аим. Подожди, подожди, подожди. Я же переключился вроде бы, нет? Слушай, ну судя по тому, как, ребят, идет разбор. Давай немножко, наверное, ускоримся с вами, потому что так будет слишком долго. Тогда начнем. Подожди, почему у меня... А, так у него провокация стоит, господи. Че это я не увидел? У него стоит провокация, все, понял. Ну давай тогда уничтожим его. Уничтожаем, короче, с вами Дракса. Да что ты будешь делать-то, а, Тор? Ты че такой ватный-то у меня? Так. А че, а че упал-то, дурила? Не понял, если честно, ребят. Отроди Аим просто срухнул на землю и все, замертво. Давай дальше. Оп. Провокацию. Это не провокация, ребят, это был удар просто. Я уже даже забыл. Минуса нуля, отлично. Кто что тут делает? Ух, да вы ватники, оказывается. Всех порублю на ровно мелкие кусочки. Хе-хе, Дракс. Опять появился, да, причем? Ну ладно. Их два даже. Три? Три Дракс. Вот, Гамора, это плохо. Давай-ка массуху сделаем. Угу, неплохо пошинковали. Давай вот этого вот. Подожди, кто с провокацией? Дракс стоит. Я хотел вот этого добить. Так, ну-ка. Разыграли партию. И Дракс улетает отсюда. Ну что ж, вот этого вот хмырёныша я добью. Ему здесь не место. И Гамору надо, ребята. Гамору срочно. Давай массовую атаку. Отлично. Они оглушённые стоят. Так, нам хиляться пока не стоит. Просто укольчик сделаем. Так, и пробить. Пробить ей брони, ёлки-палки. Ай, красота какая. Пошла отсюда. Так, ну что, давайте вот этого Дракса с вами уберём. Хе-хе. Вот что значит давно быть в Нексусе. Я, оказывается, здесь уже давным-давно бы всех порубил на картофель. Так, укольчик. Оп. Они нас обманули. Глаз чародея не здесь. А из порталов вот-вот вырвутся новые враги. Но мне-то плевать. Главное, что ребята прошли на три звёздочки. То есть этот уровень. Ну, для фарма, конечно, не годится. Потому что, ну, что тут фармить? Какие-нибудь обломки, осколки. Так, и... А вот это уже... Вот это уже поинтереснее, ребята, будет. Давайте посмотрим. Тор, закрой врата Вазгард. Хорошо. Ну, вам придётся мне помочь. То есть это, скорее всего, будет миссия на время. Судя по всему, Тор будет закрывать, да? А мы в этот момент должны отбиваться от врагов. Ну, это, ребята, стандартные миссии такие. Хочется пройти, получить на фарм, естественно, этого персонажа. Но для этого нужно пройти этот уровень на три звезды. Я не знаю, получится у нас или нет. Будем стараться. Закрывай портал, я буду уязвим. Мне потребуется ваша помощь. Так, а где? Ага, вот Тор. Ну что, сколько противников? Семнадцать противников. Ядрить тебя на корень. Слушай, неплохо припечатали. Уколчик. Минус. Ватник оказался он. Так, ладно. Что там? Где? Так, ускорение, да? Они врубили себе. Я тогда вставлю в блок. И давай ватника валить. Так, лечение сделал. Получи. Так, я не буду, ребят, брать провокацию на Дракса пока. Пока у нас стоит в провокации кроссик. Так, минус. Отлично. Дураки, нет мощи равной силе ультимуса. Так, давайте, ребята. Первая стадия, да? А сколько нужно? Первый барьер установлен. Осталось три. Понятно. Еще три барьера. Так, один из четырех завершен. Ну, вот этого-то, конечно, бы здесь нам нежелательно видеть, Тора. Я потому что знаю, что он начнет сейчас своими массовыми атаками тут бомбить. Попробуем, ребята, его как можно быстрее ликвидировать. Ну, что ты, что ты, что ты, что ты там делаешь? Давай так сделаем. Ну, опа. Слушай, неплохо мы его пробили. Остается только лишь уколчик сделать. Хе-хе. Ну, что, массовый? Давай сделаем массовый. Ух. Шикарно. Так, отродье упало. Этот сейчас тоже падает. Готовьтесь к уничтожению. Альтрон еще появился, да? Где он? Где он тут прячется? Вон он. Да, это он. Так. И еще Тор. Господи. Ну, давай с Тора, наверное, начнем все-таки. Так, вторая только стадия. Господи. Второй барьер на месте. Да, это только вторая стадия была. Блин. Так, давайте сделаем регенерацию на себя. Потому что Кроссик что-то не очень хорошо себя чувствует. Я смотрю. Блин, как бы мне его... Давай попробуем так. Ать. Надо было все-таки, наверное, суперударом бомбить. Ой-ой-ой-ой-ой. Альтрон. Так, провокации пока ни у кого нету. Добиваем, короче, с вами Тора. И беремся, ребят, за Альтрона. Так, Альтрон выбран у нас, да? Давай вот так вот. Опачки. Не особо хорошо, ребята, у нас получилось. Чего? Погоди-ка, погоди-ка, Тор. Ты хорош дурковать-то. Блин, провокацию берем. Это не дело, ребят. Так, отроди я уничтожу. Хорошо. Так, надо, ребята, Альтрона уничтожать. Если мы хотим вообще пройти этот уровень, нам нужно как можно быстрее его накрыть. Иначе он будет тут сейчас вызывать этих постоянно противников. И, как мы видим, все летит в Тора. Так, лечение. Давай, 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 родной мой. Добьем. Есть. Альтрон упал. Ага, он воскресился, ребята. И еще призвал помощи. Блин, ребят, ну. Не добил, Росымаха, ты не добил, господи. Это только третья фаза. У него здоровья уже нету. Третий барьер готов. Еще один. Да, это понятно, что еще один. А доживу ли я до счета одного? Вот в чем вопрос-то заключается. Нет. Мы проиграли. Да, понятно дело. А почему Тор такой ватный? Вы извините меня. И я не понимаю. Слушай, я, конечно, попробую сейчас переиграть этот уровень. Но они, конечно, бомбили. Короче, сейчас не будем с вами вылазить просто-напросто из провокации. Будем постоянно стоять в ней. Даже тем же самым Драксом. Дракс, Кросс будут постоянно стоять. Не будем тратить суперудары на первую волну. Лучше приступим уже ко второй волне, к разбору. Потому что до третьей фазы дошли, а у него уже жизни там просто на один плевок было. Это не вариант. Ну, давай, все, хорош. Хорош, чтоб мне грузить. Это мы читали. Это нам не нужно. Первая волна это ватники. Вы сами это прекрасно видите. Вы прекрасно это понимаете. И надо будет нам все-таки там уничтожать в первую очередь Альтрона. Почему Альтрона? Вы сами видели. Ребята, он вызывает помощи. Очень много помощи там. Так, это двойник, да, у нас получается. Встаем, ребята, в провокацию. Почаще. Будем из нее не вылазить. Так. Отродье Аим. Так. Стадия первая. Осталось еще три. Ух. Так, хиляться пока не будем. Пока не будем. Теперь ставим, ребята, Кросса в провокацию. Добиваем отродье. Так. И надо нам Тора. Тора уничтожать. Хотя стрелки тоже бесявые. Давай-ка, наверное, мы минус 1. Наверное, вот это вот. Опа. Так. Массовую атаку я пока тратить не буду. Она пригодится нам. Так. Ну, Тор пока отгребает, ребята. Давайте вот так вот сделаем. Черт подери. Почему ты не можешь добить? Так. Еще пришли, да? Трое. Так. Это у нас вторая стадия. Вторая стадия из четырех. Так. Начну я, наверное, с отродья. Или регенерацию повесить. Давай регенерацию, ребята, повесим. Так. И погнали. Там чуть-чуть осталось, да? Сейчас добьем. Так. Готов. А вот, ребята, и ультимус. Так. Давай начнем на... Ой, ультимус. Ёлки-палки. О чем я говорю? Альтрон. Конечно же, альтрон. Нам нужно его как можно быстрее отказать. Но он живучий. Ты посмотри. Ты посмотри. Сейчас, 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 сейчас. Секундочку. Попробуем так. Так, половину за руль я отняли. Но это все ерунда. Так. Главное, чтобы... Главное, чтобы не бомбили мне по Тору. Укорчик сделать, что ли? Нет. Давай просто вот так вот. Оп. Вот теперь, наверное, стоит... Или... Давай, давай сделаем. Вот так вот. Добиваем, наверное, с вами... Аль... Нет? А вот сейчас. Он возродится. Он возродится. Призывает помощь. Так. Это, ребята, третья стадия, да? Так. Третья стадия. Ммм. Давай. Ёпорстый. Что тут происходит? Так. Хиляться, 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 хиляться. Пока не будем, ребят, хиляться. Не надо этого делать. А вот в провокацию нужно вставать в обязательном порядке. Так. Ты достал уже. Ты посмотри. Ты понял? Ты понял, как он прожег? Кросса. Куда ты прыгнул-то? Блин. Ребят, у нас... Вероятно того, что... Ох! Альтрон готов. И мне кроссы, скорее всего, сейчас забомбят. Защита от смерти. Угу. Не успели мы с вами совсем чуть-чуть. То есть... Да как вы так бомбите? Сколько тут? Три тора? Четвертая стадия. Ребята, мне не хватило буквально одного хода прожить, чтобы пройти этот уровень на три звезды. Черт подери. Не получится у меня пофармить. Да. Получили всего лишь одну карточку. Жаль. Но, по крайней мере, мы сможем теперь продвинуться дальше и посмотреть. Да, у нас Nexus 5.1. 5.1. Ну что же. Зачисти оскверненную базу АИМ. Давай посмотрим. Удар получил сообщение от умного Халка из измерения падших. Там Беннер сумел стабилизировать вакцину, останавливающую преобразование Ультимуса. Нужно изготовить вакцину и раздать ее всем членам удара. Хм. АИМ построили отличный комплекс, но его занял Ультимус. Мне бы очень хотелось вернуть нашу собственность. Задание крайне важное. Отправляю Железного Человека на подмогу. Я рад буду вновь поработать с вами, ваше ученство. Давайте на этот раз вести себя профессионально, мистер Старк. Хм. Уже так интересно. Да уж, интересно. Команду будем менять, нет? Наверное, не стоит. Так. Значит, за нас Железный Человек, я так понимаю, будет сейчас играть. Будем бомбить базу АИМ. То есть нам нужно здесь, я так понимаю, выбить вакцину. Которая трансформирует, по-моему, Ультимуса. Я так понял. Так, мы на месте. Будьте любезны, мистер Старк, расчистите нам путь. Да проще простого. Елки-палки. Начну вот с этого вот отродья. Так, укульчик. Он валяется. Так, врагов здесь не так много. Одиннадцать всего лишь будет чувачков. Надеюсь. С каждой волной, ребята, враг все крепче и крепче. Вот это самое противное. Ну-ка. Ох. Хорошо, но слабо, согласитесь, да? Хоть и массовая атака. Но не наказали. Так, замедление. Еще и провокация, да? Замедление с провокацией. Давай, наверное, тоже в провокацию встанем. Блин, ну почему же, ребята, Кроста вот у меня в том раунде-то профукался, а? Ну там правильно. Вы видели, да? Как бомбанул там этот. Как его там величать-то? Своим лучом. Ну-ка, массовая пошла. На-ка. Так, попробуем. Не вышла. А лучом, если? Сдуло просто ветром. Просто сдуло ветром. Так, а здесь у нас что? Дрожь. Начинаю сиделку. Начну сиделку, надо валить. Сейчас, 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 ребят. Мы ее забомбим. Да иди ты с самим лечением-то. Начинает мне здесь. А, тут провокация стоит. Все, я понял, ребят. Этот поставил на себя провокацию. Значит, нам нужно ее убрать. Такой ничтожный выстрел был. Отлично. А теперь за сиделочку, ребят, беремся. Вот. Ах ты, я думал, пробьем. Не вышло ни шарики. А если так? Адьюс, амиго. Что ты там взял? У него минус к лечению. Давай, наверное, ребята, подобьем дрожь. Хотя массовую сделаем. Во. Отлично. Последние два врага. Минус и... Давай-ка, роднуречка, порать я на покой. Пробей ее, кросс. Путь свободен, великая мадам. Прекрати, пожалуйста. Ха-ха-ха. Из девочки. Блин, железного человека я бы себе тоже хотел, ребят, получить бы, если честно. Ну, здесь на три звезды. Этот уровень можно фармить, но... Особо фармить-то там и нечего, на самом деле. Так, ну что. Нексус 5-2. Тебе не кажется, что утверждение, будто ты великий знаток всех наук, это уже наглость? Ммм, я такого не говорила. Да ты так себя называешь. Ты тоже называешь себя железным человеком, хотя это далеко от правды. Верно. Железо в моем костюме, всего ничего. Я не об этом. Ха-ха. Они все время, ребята, сколько я играю, они все время друг друга подкалывают. Постоянно. Даже когда мы ее освобождали. Я уже не помню, где мы ее там освобождали-то. Когда мы ее могли, ну, потом нанимать. Этого доктора. Они тоже там друг друга не любили. Нужно остановить эти разработки. Да еще и защитить великого ученого. А, чтобы победить, защити великого ученого и победить всех врагов. Угу. А вот, ребята, у нас и ученые. Тут будет, опять же, один из врагов. Поехали. Ох ты, сколько тут отродив-то, е-мое. Отродив тут очень, ребята, много. Ох, классненько. Так, давай вот этого минусанем, наверное. Ай-яй-яй, пошел. Давай-ка ракеты тогда. Шикарно. Ну что? А вот это у нас что такое, ребята? Превращает три отрицательных эффекта на каждом из четырех соединенков в положительные эффекты. Но у нас пока нет отрицательных. Так что, потерпим. Так, отродив минус. Так, кто? Заразитель. Заразитель, а? Отлично. Так, ну и... Ослабление атаки повесили. И добивочный. Следующая партия. Так, здесь у нас две ночные сиделки. Начнем с первой. Сопротивляется еще? Ладно, хорошо. Кого там? Опа, опа, опа. На доктора-то, пожалуйста, не бычьте мне здесь. Давай захил. И массовую. Что-то у вас, ребята, поредело как-то здесь. Хе-хе. Давай я ночную сиделку. Бомбанем вот так вот. Йес. Так. Отрицательные эффекты есть? Есть. Вот, сразу в положительные. Отлично. Минус. И бомбим. Выполнила надлежащим образом, мистер Старк. Я обязательно пришлю вам отчет за ремонт моего костюма. Зашибись, да? Я ей, блин, помог. Она еще мне какие-то тут претензии выявляет. Ха. Хламонка. Ну что, ребята, давайте двигаться. Блин, я вот хочу еще мистерию себе. Точно. Я про него как-то и забыл. Вот. Уже лучше, ребята. Здесь уже можно будет этого. Так. Контроль качества. Изготовьте вакцину в лаборатории АИМ. Погнали. Ах. Только понюхайте эти химикаты. Хотя нет, не стоит. Они крайне токсичны. О, великое. Все готово для производства вакцины. Ну и прекрасно. Тогда начнем, пожалуй. Ну, естественно. Нам, нам что, будут легко так давать, делать эту вакцину. Сто пуду сейчас опять, да? Продержитесь три хода, пока мы, три раунда, пока мы будем с вами делать эту самую вакцину. Блин, Феникс тоже прикольная. Да, много еще героев, ребята, не открытых у нас, не прокачанных. И, как говорится, распаляться на каждого у тебя просто не хватит ни денег, ни ресурсов. Пока ассистент великого ученого работает над вакциной, нам придется защищать его от врагов. Ну, я так и думал. Я так и думал. Что у нас... Оу, а тут 17 вражин будет. Тут уже будет напряженно. Я вам точно говорю. Не будет все так просто, как хотелось бы. Да иди ты. Ну-ка, бомбанем. Воу, 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 воу. Да что там, там у нас дрожь, ночная сиделка. Блин. Смотри-ка, а что делают? Они все ребята атакуют. Блин, ассистента. Вы достали. Кого нам убрать? Надо дрожь, скорее всего, сносить. Да, не так уж все это легко и просто будет. Не все так легко и просто. Из провокации не будем тогда вылазить с вами. Первая стадия. Сколько их всего здесь? Запуск производства оборудования. Четыре стадии. Кто, блин, мог сомневаться, что здесь будет именно четыре стадии? Да почему же ты дрожь-то никак не можешь добить-то мне, а? Олух ты, несчастный. Замедление, замедление. Офигеть. Да. Попробуем, ребят. Да куда ты пришел? О, ребята, у нас такие, видите? У нас и замедление. Защита, минималка, господи. На тебе. Кто-нибудь упал? Дрожь пошла, да? Ага. Одна. Так, подожди, переключусь. Давай попробуем ее убрать. Е! Так, теперь нам не нужна здесь ночная сиделка. Отлично. Так, укольчик. Добивка. Добивка не сорвала. Блин, у него ассистента, ребята, очень мало здоровья. Да ну! Задание отменяется. Лаборатория АИМ пока бесполезна. Да потому что это дура, блин. Почему? Почему так разбирают? Именно когда вот идет уровень с фармом персонажа, да? Вот видите, персонаж. Если мы проходим, мы его можем фармить. Они такие жесткие. Просто жесткие эти уровни. Я не знаю. Мне, конечно, хотелось бы... И знаешь, что я еще заметил? Что у нас мало массовиков. У нас из массовых только кросс, который может бомбить за один раз практически по всем. Причем довольно неплохой урон он наносит. Так, давай вот это вот все заберем здесь. Отлично. Так, может быть, что-нибудь где-нибудь еще тут у нас? Так, припасы, сферы. Что у нас тут, ребят, с вами? Так, давай посмотрим, что вы мне здесь предложите. Пять капитана Америки. Ладно, сгодится. Так, а мы можем... Мы что-нибудь можем с вами... Подожди, к секунду. Куда едете? Я уже забыл, где они тратятся у нас. Так, тут 350. Ну, получить... Давай посмотрим. Ай! Это вспомогаловка, ребят. Человек-паук. Твою же дивизию. Ну... Ай, все не то. Все не то. На основе. Может быть, потратить нам, ребят, на премиум-сферы, а? Давай потратим. Один разочек. Ну, один кросс. Так, отлично, ребята. Черная вдова. Черная вдова. Так. Человек-факел. У меня только 8 ДНК из 45 на него. Что у нас тут за события? А, это закончилось? И здесь закончилось, да, событие. Получи избранное снаряжение со скидкой 25% в магазине припасов. А-а-а. Спасибо большое. События они мне тоже нашли. Ну, тут налеты, ребята. И кто у нас тут разыгрывается? По налетам. А, окей. Тоже, ребята, 7 ДНК из 45. Не знаю. Очень много персонажей, поэтому, как бы, за всеми гнаться. Ну, это просто не знаю. Вот у меня есть определенный костяк, да, который я, ребята, развиваю потихонечку. И все. И больше пока никуда не бегу. Хотя, может быть, здесь кого-то можно и поменять. Вот в моем вот этом составе. Я не знаю. Вот Йонду надо бы, конечно, как-то раскачать, взять. Гамора по атаке. Очень, очень прикольная. Халк. На, наденем. Улучшение. Получи. Так, отлично. Халк, кстати, тоже. Фиг его пробьешь, ребята. Мне понравился Кейбл, как здесь себя ведет. Довольно неплохо. Джессика Джонс, честно говоря, не особо понял ее вот эту вот. Вот Капитан Америка, да. Тихо, подожди. Капитан Америка мне понравился. В принципе, неплохо. Но, опять же, его нужно прокачивать. Прокачивать. Я его очень долго. Особенно, если он будет с Железным Человеком. У них вот эта вот есть парная атака. Довольно прикольная. Ну что, дорогие друзья. Давайте, наверное, на этом с вами мы закруглимся. И продолжим уже в следующей серии. Может быть, у нас получится немножко подкачаться. Кстати, чтобы найти Таноса, мне не хватает всего лишь 14 осколков. Да. Хотелось бы мне его получить. Так что, всем пока, всем удачи. И до новых скорых. Видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok